В сентябре парламент принял закон о социальной поддержке ветерана Великой Отечественной войны, согласно которому 852 участника битвы под Москвой, награжденные медалью за оборону Москвы, поощряются автомобилями «Лада Калина». А труженики тыла, награжденные медалью за оборону Москвы, а это более тысячи человек, получают из бюджета Московской области по 50 тысяч рублей. В городе Видное состоялась церемония вручения ключей от автомобиля, на которой присутствовали ветераны из Одинцовского, Ленинского, Нарафаминского, Подольского районов. Из нашего района получить ценный подарок приехали Александр Васильевич Тимаков и Виктор Дмитриевич Щербицкий. Для того, чтобы воспитать молодежь, надо вникнуть ей во все тонкости событий, которые были, и которые сейчас, так и допустим, на чаше висок взвесить, и послушать тех, которые кое-что прошли, кое-что увидели, кое-что пронесли. Ветераны признали, что не каждый из них сможет сам сесть за руль. Но рядом с ними близкие, которые смогут с комфортом подвезти их в поликлинику или в магазин. Борис Громов, в свою очередь, напомнил, что по желанию ветеранов, они могут получить вместо автомобиля денежное вознаграждение, которое будет равна стоимости автомобиля, составе 250 тысяч рублей. Это стоимость базовой комплектации «Лада Калина». В июле месяце приняли решение в отношении того, чтобы к 70-й годовщине победы под Москвой сделать вам подарки. И приняли решение каждому участнику битвы под Москвой вручить автомобили легковые «Лада Калина». В течение этих месяцев мы занимались тем, что, как и положено по закону, проводили конкурсы и так далее, делали заказ на завод. Они специально для нас выполняли этот заказ, поскольку мы заказали примерно 850 автомобилей. В своем выступлении, адресованном ветеранам, губернатор сказал, что он лично объехал все рубежи, где 70 лет назад был остановлен враг и началось контрнаступление Красной Армии. «Как человек в прошлом военный, я зримо представлял, как здесь шли бои. Какое мужество требовалось от наших солдат для того, чтобы переломить ход войны и отстоять Москву», – отметил Борис Громов. Кроме того, по словам губернатора, к 70-летию контрнаступления советских войск под Москвой планируется полностью завершить выделение квартир всем участникам Великой Отечественной войны, включая участников битвы под Москвой. Осталось совсем немного, примерно 115-120 участников, добавив Громов. Деньги на это есть, квартиры, которых более полутора тысяч, уже определены. Я хочу вас всех еще раз поблагодарить за все то, что вы сделали и делаете, и будете делать в жизни в нашей, просто искренне сказать вам огромное спасибо, поздравить с наступающей датой, с 70-летием, начало контрнаступления этого величайшего сражения под Москвой, закончившегося нашей победой, в котором есть и ваш труд, и пожелать вам только здоровья. Следующую партию автомобилей ветераны получили уже на следующий день в городе Яхрома. Мила Тарасевич, Дмитрий Цебулевский, телекомпания «Адинсоа». ПОСГАНЦОА». ПОСГАНЦОСЩА.